Европейцев до сих пор постоянно уверяет европейцев, что не свернет с пути в ЕС. И вдруг закупает у Эрдогана беспилотники для полетов над Донбассом. Это как раз то, что может поставить под угрозу все минские договоренности, потому что для беспилотников полосы безопасности не существует. Какой будет их миссия, непонятно. Понятно, что Зеленский договорился с Эрдоганом дружить. И беспилотники с украинскими двигателями уже есть. И ситуация выглядит просто как классический клубок интересов. Эрдоган дружит с Зеленским и одновременно с Си Цзиньпинем. Они тоже готовы с ним дружить. Но двигатели для его беспилотников делает завод Мотор Сич, который китайцы купили у Киева. А Киев по просьбе американцев покупку не отдал. И теперь китайцы требуют от украинского государства 3,5 миллиарда своих инвестиций вернуть. И наняли лучших юристов. То есть требование очевидное и невероятно, что Киеву удастся отбиться. Потому что не отдали завод по устной просьбе американцев, а договоренности о покупке письменные. И для Киева 3,5 миллиарда долларов сумма невероятная. Если китайцам завод придется отдать, это не обрадует американцев. Если он будет выпускать двигатель для Эрдогана, это не обрадует европейцев. И даже то, что Украина присоединилась к европейским санкциям против Лукашенко, уже не кажется сильным ходом на пути в Европу. Тем более, что Лукашенко объявил, что снижает уровень участия в европейской программе «Восточное партнерство» как ответ на санкции. И пообещал закрыть рынок для украинских товаров как ответ лично Зеленскому. И Киев сейчас сам понимает, что ситуация плохая. И даже заверение нового президента Молдовы Санду, что она считает Крым украинским и хочет разморозить отношения с Украиной, для Зеленского вряд ли успокоения. Потому что Молдова сама в очень тяжелой ситуации. Денег нет. Европейское будущее выбрано, но вряд ли скоро наступит. Мы Санду с избранием поздравили. Она в ответ обещала развивать отношения и с нами, но уже объявила, что наших миротворцев из Приднестровья надо убрать. И ситуация может сложиться абсолютно очевидная. Украина и Молдова, ближайшие соседи. У каждой на территории конфликт, решение которого кажется невероятным. Донбасс и Приднестровье. Если они будут также упорно повторять, что готовы возвращать непокорных сил, для Европы это будет плохой новостью. Очевидно, что очаг будет очень горячим. Насколько вероятно, что европейцы готовы им пристально заниматься? Маловероятно. Инна Осипова разбиралась, почему сейчас, когда в Киеве отмечают очередную годовщину революции достоинства, Зеленский подводит свой итог. Украина должна извлечь уроки из Майдана и не повторять ошибок. Седьмую годовщину революции достоинства ее активисты, вопреки традиции, встречали не на Майдане, а у правительственной клиники. Здесь лечится от коронавируса президент Зеленский. Его облинили в капитуляции, в развале экономики и неспособности противостоять эпидемии. Протестующие потребовали импичмента и пообещали закатать президента в асфальт, пока символически. Для этого использовали предвыборный плакат «Зе» и мешки с асфальта. Все это под новую песню про Вову и билет до Ростова. Припев песни процитировал и Порошенко, обещая Зеленскому очередной Майдан. Этой же ночью некие активисты приехали с фаерами и шинами уже к нему домой. Порошенко в реку! Порошенко в реку! С участниками ночного митинга расплачивались тут же, не стесняясь видеокамер. 300 гривен. Расчет как наличный, так и безналичный. Порошенко обвинил в провокации офис президента. Там заявили, что он сам проплатил акцию. Годовщину революции бывшие и нынешние президенты использовали для взаимных упреков и публичных выяснений, кто из них больше дорожит идеалами Евромайдана. Наша нынешняя власть ментально другая. Они пришли со своим пониманием революции достоинства в сценках 95-го квартала. Когда на Майдане убивали людей, они шутили о том, что хорошо бы тех, кто пострадал, одеть в шерсть, а полиции выдать абонитовые полки. Вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины, где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги, где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Речь о музее революции достоинства. На Аллее Небесной Сотни еще год назад должны были открыть мемориал. Архитекторы разработали масштабный проект, который символизировал бы путь Украины к свободе. А на месте, где происходили трагические события, должна была появиться Стелла Героев. Но спустя 7 лет ни мемориала, ни денег пропали больше 100 миллионов гривен, которые были выделены еще при Порошенко. Средства просто отмыли, потому что, скорее всего, эта частная компания, которую они переводились, уже и не существует. То, что идет страшное разворовывание бюджета, никто не сомневается. Во времена Порошенко появилась определенная каста, которая просто кормится на патриотической риторике. На этой неделе патриотическую риторику использовали уже новые власти. Депутаты Препрезидентской партии «Слуга народа» внесли законопроект, по которому Майдана сам гарантирует льготы на ипотеку, оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд, отдых в санаториях и прочие блага. Причем пожизненно. Цена вопроса 86 миллиардов гривен. Это предложение вызвало дискуссию на Украине. Для меня, как и для многих участников Майдана, лучшим действием власти, лучшей льготой, было бы, если бы власть работала на социальную справедливость и поднимала миллионы украинцев из бедности. Тема «Вова, Вова, иди гуляй до Ростова» актуальна не только для Зеленского, но и для Путина. Вопрос, конечно, спорный. Кому предоставлять льготы? Но украинское государство их хотя бы предоставляет, в то время как российское государство их, наоборот, своих граждан лишает. Мотивируя это в 2020 году коронавирусом, в 2018 году пенсионной реформой, в 2005-2006 году программой монетизации льгот, по которой, если раньше государство оплачило проезд своим гражданам, ветеранам, инвалидам и пенсионерам, выдая на каждого из них 270 рублей, ну, у меня в регионе это было так, у других, возможно, была эта сумма другая, неважно, главное, чтобы государство спонсировало бесплатный проезд инвалидам, пенсионерам и ветеранам, то сейчас эти самые инвалиды, пенсионеры и ветераны сами обязаны положить эти самые 270 рублей на карту. По крайней мере, в моем регионе это именно так. А вот в Москве, типа, из-за коронавируса, в кавычках, а на самом деле из-за охоты сшибания бабла с пенсионеров мэрии Москвы, вообще взяли и отменили льгот всех, катитесь за деньги на общественном транспорте, дорогие пенсионеры. Так что мы начинаем неутешительные антисоциальные итоги недели с ССовской и Радой Зейнановой в параллельном мире, где Россия напала на Германию, а не наоборот. И вещаем мы из мавзолея Ленина. Нас спонсирует товарищ Максим из коммунистов России. Там просто задавали вопрос, кто эту фигню спонсирует. Тут я отвечаю, Максим Сурайкин. Сейчас. Потому что, действительно, льгот лишили, блин. И всю желчь надо на вас сегодня вылить. Через итоги недели, через Зейналову, конечно же. Через НТВ, через Газпром и НТВ. Как узурпатовскую госкорпорацию. Но переходим к традиционным новостям недели. Расплата за цензубу для Google и YouTube готовит ощутимую оплюху в России. Тьфу, 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 тьфу. Но мы знаем этот бред. Всякий раз, когда хотят YouTube заблокировать в России, это кончается ничем. По одной простой причине. Компания Google, которая принадлежит YouTube, имеет деньги, финансовые средства в триллионы раз больше, чем все российское государство. Чем абсолютно вся экономика России. И когда Россия тявкает, гав-гав на YouTube, гав-гав. От YouTube потом так прилетает, что мало не покажется. Но попытки заблокировать YouTube со стороны нашего государства не прекращаются. Вот и на сей раз в государственную дуру. То есть Думу вынесли с законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. То есть за цензуру вводят цензуру. Для этого российские СМИ сами, блин, до этого российские СМИ сами, блин, жестоко цензурят всех подряд. Зато, о, мне сразу вспоминается эта программа Малахова, когда еще Малахов работал на Первом канале с Волочковой, когда там вышел очередной скандал с ней, она была членом партии Единой России, так эту программу запретили. Ну оставим Волочкову, сейчас речь немножко про другое. Зато, когда они встречаются с аналогичными примерами на Западе, российские СМИ, прокремлевские, естественно, сразу включают, что, мол, цензура, цензура. Особым блядством это занимается Маргарита Симоньян, которая предательница не только русского, не ирландского народа. Так вот, она говорит, как можно было заблокировать РТИ, ну или тот же Царьград. Ребят, себя начинайте, давайте в эфир. Оппозиционные новости. Новости, в которых бы не было лизания пятой точки не только власти России, но и власти Китая. Привет Александру Баринскому, который в вестях недели шикарно вылизывает китайские власти, занося свой язычок в попу Синьдиньпиня. Так вот, начните с этого. А уж потом включите, что нас избивают где-то там на Западе. Да, сначала говорите, что вот в правительстве не так, и вот не так. А не показывайте Соловьёва, Силуановым, Грефом, этим самым, из Госдур, Максимовым, что ли, как там, депутат? И не хвалебляет. А, у нас всё хорошо, у нас всё хорошо. Слушать уже противно. Всё хорошо у них, блин. Где? Где объективность у российских СМИ? Её нет. Где критика власти? Её нет. Не на первом канале, не на втором канале. Тем более не на НТВ. У нас вообще только в двух, в двух не более СМИ, ну классических мы не берём сейчас интернет-платформы, так вот, только в двух классических СМИ в России нет цензуры. Это на эхо Москвы, где даже сам президент Путин, со слов Венедиктова, слушает его передачи, что в России что-то не так, а потом подзывает помощников и распоряжается, чтобы всё, о чём говорил Венедиктов и его коллеги с эхо Москвы, чтобы они всё исправили. Ну и второе, не подцензурированное Кремлём российское СМИ, это, естественно, телеканал «Дождь», который обласкан экс-президентом и экс-премьером Медведевым. И поэтому эти два оппозиционных СМИ и работают в России, эхо Москвы слушает Путин, телеканал «Дождь» слушает Медведев, а все остальные СМИ жёстко цензуируются, журналистов выкидывают за слово, что у нас в России не всё так плохо, не всё так хорошо, то есть. Так что себя надо начинать. У телеканала «Дождь» в Москве есть могущественные заступники, а у других нет. Поэтому журналистам и подкидывают наркотики. Да, в случае с Иваном Голуновым, обносом их телерадиокомпаний строго ограничивают сферу деятельности. Но это происходит только в классических, так называемых классических СМИ. Что такое классические СМИ? Это телевидение, радио, газеты. Зато в интернете сейчас абсолютная свобода. Да, и не такая свобода, как раньше. Да, за лайки, за репост наше кровавое государство может посадить. Но это если ты пользуешься отечественными соцсетями, ВКонтакте, Одноклассники и прочие телеграммы. А вот если ты фейсбукофил, или инстаграм-блуд, или ютубер, то тебя даже, если ты находишься в России, не так просто тебя посадить за решетку, или ограничить доступ, по черту, пока, к зубу гордым соцсетям. Просто потому, что их охраняет не наша российская, прогнившая от коррупции и кумаства законодательства, в котором нет законов нормальных. То есть, нет, есть нормальные законы, но они не работают. А их охраняет мудрое американское законодательство, даже в самой, ну, неправовой стране, такой, как Россия. Кстати, стоит отметить, что в забугорном соцсетях активно пользуются такие патриоты, терекиприоты, как тот же Владимир Рудольфович Помет Соловьев, коррумпированный сенатор Клишес и так далее. В проблеме блокировки Ютуба и Гугла я вижу не только попытку властей России взять под контроль иностранные соцсети, а еще и тупую месть со стороны, во-первых, этих самых прокремлевских СМИ, типа Альти или Рио Новости, которых заблокировал Ютуб, ну, Рио не заблокировали, Царьград, да? Ну, и, во-вторых, то, что российское государство так и не создало ни одну соцсеть, которая бы на глобальном, подчеркну, на глобальном рынке конкурировала с тем же самым Твиттером, Фейсбуком и Ютубом. Рутуб умер. То, что сейчас творится с Рутубом, это просто смешно, да? Газпромовские, не боссы, а бляди, заставляют там пользователей отмечать, что в их рекламе так, а что не так, а это раздражает похлеще самой рекламы, ну, а, к сожалению, такие соцсети, как Одноклассники и ВКонтакте, которые, на первый взгляд, ну, не вызывают особо никаких навеканий, тем не менее они не могут создать конкуренцию на глобальном мировом рынке, тому же Фейсбуку, Твиттеру и, да, Ютубу. Причем, если Фейсбук, да, Фей... Ну, даже хозяева Рутуба, Газпром, забили на этот самый Рутуб и перешли на Ютуб, стали выкладывать свои передачи типа Камеди Клаба на Ютубе. Это ли не триумф Запада и это ли нам не говорит о том, что, к сожалению, аналог российского Ютуба полностью умер. И Газпром тем самым признал превосходство американских соцсетей над российскими. Ну, мы, конечно, знаем все их блокировки этих самых госдумовских, которые легко и непринужденно обходятся через VPN-ы всякие и браузеры Торры. Но тенденция настораживает. Под соусом борьбы с цензурой наши власти вводят эту самую жесточайшую цензуру в интернете по полной. Так что в России бушует полный ОРВЕЛ. И третий рейх. Власти надеются, что рано или поздно они смогут заблокировать Ютуб, Твиттер, Фейсбук у себя в стране и взять целиком интернет под свой контроль. Ничего из этого не получится. это сейчас происходит и власти хотят сделать интернетом то, что сейчас происходит на российском телевидении, на котором как бы ты не переключай каналы, все равно будешь смотреть только новости успеха Кремля и поражение Запада, даже если это не так. Вот то же самое хотят сделать и с интернетом, и с соцсетями. Не получится. Шиш вам, дорогие власти. Я вообще много раз говорил, что интернет опасен, абсолютно опасен для Кремля. Поэтому наш царь там и не сидит. Во-первых, не хочет общаться реально, а не постановочно с народом. это понятно. А в-третьих, конечно же, Кремль хочет, чтобы россияне перестали узнавать правду о том, что тот или иной чиновник проворовался или коррумпирован. И вообще, в принципе, Кремль хочет, чтобы россиянин узнавал новости только из телевизора, да, не из интернета. Потому что телевидение легко контролировать, чем интернет. Намного легче. Ну и вводят такие вот законы для Google, для YouTube. Причем, не обязательно Кремлю полностью блокировать за двугорные соцсети. Сообщается, что YouTube будет специально замедляться. И так далее. Кажется, наши власти не понимают одной простой вещи. Россияне будут смотреть ролики на YouTube. И даже если придется в качестве 140 пикселей, если они будут про коррупцию права властных людей. И конечно же дело не только в этом самом YouTube, да, а ведь ну по понятной причине, а собственно говоря, из-за неудобства пользования RootUp умер, куда еще загружать, ну помимо, помимо, да, вот классических соцсетей, типа ВКонтакте или там Одноклассники, куда еще загружать ролики, кстати говоря, ВКонтакте Одноклассники их ограничивают, его лишь 50 минут можно загрузить, да, и потом наша власть не понимает вот что, значит, вот представьте, блогер ведет кулинарный блог, он вообще далек от политики, от слова вообще, ему, вот мне интересно, вам интересно вот эти вот разборки, кто сколько проворовался, кто кого посадил, и что в мире происходит, собственно говоря, а какому-то кулинарному блогеру это все до лампочки, и вот запрещая, заблокировая, уничтожая YouTube в своей стране, наши власти делают страшное, они настраивают блогеров, которые аплитичны, от слова вообще, наставят против себя, и наставят на то, чтобы эти самые блогеры, у которых блогер вообще не про политику, выйти на улицу, и сказать, давай власть Кремля, и власть единой России, вот что может произойти, если YouTube заблокируют, все, к следующей теме, ну давайте уже к следующей теме, теме, на этой неделе абсолютно опозорился, абсолютно опозорился Совет Федерации, на этой неделе был православный цирк, то есть правовой цирк в Совете Федерации, Совет Федерации задним числом, после того, как Путин уже отправил войска в Карабах, где сейчас бах-бах-бах, а до, так вот, после этого Совет Федерации задним числом оформил ему для этого разрешение, то есть после того, как Путин уже это и сделал, оформив решение отправить в Карабах, войска в Карабах задним числом, вот как принято отправлять войска за рубеж в нормальных странах, приходит глава государства или его представитель в парламент, сенаторы или просто депутаты заслушивают доклад, задают вопросы типа, Владимир Владимирович, а кто будет оплачивать нахождение российских миротворческих войск в Карабахе? Немного платильщиков и Владимир Владимирович отвечает, да, простой гражданин, а вы, сенаторы, не будете оплачивать это все. И там задают вопрос, а как это скажется, мы должны задавать вопрос, а как это скажешь на бюджете, не может президент, так пусть приходит в Совет Федерации его представители и отвечает на вопросы сенаторов. Это происходит в продвинутых демократиях, а у нас абсолютно двинутая демократия. И только после того, как большинство сенаторов голосуют за глава государства и отправляют свои войска в любую точку мира, делается это для того, чтобы ответственность за принятие решений было не только на президенте, но и на сенате, и чтобы эта самая власть не скатывалась в авторитаризм. Но российская власть в авторитаризм именно что и скатилась. Президент принял решение, отправил войска в Карабах, а потом вспомнили Советский Федерации, ага, по Конституции то мы обязаны проголосовать? Это был цирк. Мне было стыдно за Матвиенко. И, конечно же, такая процедура нужна для того, чтобы у обывателя не складывалось впечатление, что президент решает все, а парламент ничего. А здесь в этой истории с одобрением отправить войска в Карабах произошло вовным счетом наоборот. Совет Федерации после того, как Путин принял решение отправить войска в Карабах, показал всем, что парламент в России не значит ничего, а исполнительная власть значит все. В России все через одно, сами знаете, место. Сама процедура, сам факт запрашивания президентом санкций на отправки войск в России выглядит полным фарсом и лишено всякого смысла, потому что уже президент отдал приказ отправить войска без одобрения Сената, а теперь вдруг понадобилось одобрение Сената, чтобы обвинить Сенаторов, если вдруг эта самая миниатургическая миссия провалится. доказав всем, что у нас в стране это решение Совета Федерации, доказало всем, что у нас в стране диктаторский режим, а иначе сначала было бы постановление Совета Федерации, а потом принятие решения об отправке войск, но у нас нет, у нас абсолютно диктаторский режим и тирания, а парламент уже не значит ничего и не хочет брать на себя ответственность, если только Кремль ему не скажет, что надо брать на себя ответственность, собственно говоря. Конечно, Кремль потом спохватился, что, а давайте поиграем в демократию, ну что ж, решение уже принято, воплощено вжить, так сказать, а давайте спросим у Совета Федерации, как будто Совет Федерации будет возражать, ну это же полный цирк, ну и еще, все российские войска будут уничтожены в Карабахе турецкими вооруженными силами, то будет с кого, а если это будет кого-то спросить, Совет, правильно, Совета Федерации, вот для чего Кремлю нужно решение об одобрении Советом Федерации отправки войск, но так как это сделал Совет Федерации, это выглядело смешно, то есть на глазах у всей страны Совета Федерации отправку войск оформлял задним числом, это абсолютное преступление всех сенаторов, в том числе и Матвиенко, цирк, цирк с правовой и юридической точки зрения, и от кого, от Совета Федерации, а возникает вопрос, а зачем тогда нам нужен этот самый абсолютно сраный никчемный Совет, когда все равно решение принимает, сами знаете, кто, Владимир Владимирович, а не какой-то там Клишиш, Клишис или Матвиенко, А Совет Федерации лишь обеспечивает правовое прикрытие Путину и его преступному режиму для своих злодеяний. То, как Совет Федерации одобрал отправление российских войск в Карабах, это был удар по всей представительной власти в России, да, в принципе, по всему праву, которое не может не то, что там голосовать против, но и хотя бы вызвать президента в свой сраный Совет для консультации по теме отправки войск в Карабах. Нам коррумпированный эссенатор абсолютно коррумпированный сенатор Клишиш, убийца русского интернета, повестил, что запрашивается пятилетний срок нахождения российских войск в Карабахе. А так, в принципе, президент может, не посоветующись ни с кем, везти войска куда угодно, а как заканчиваются решения президента вводить войска куда угодно, правильно? Распадом страны это уже было в СССР, когда войска вводили без одобрения ЦК, в Лаос, в Афгану, самое чувствительное поражение российской армии, куда еще, это самое, да, на Кубу, ну и чем все дело закончилось распадом страны. это-то и называется вводить войска по оперативной обстановке, но ведь согласие парламента для того и предназначено, чтобы президент не порол горячку, а все взвесил, подумал, написал отчет, прислал его через помощника, ну если сам не может, что каждый человек занят, в том числе и президент, через помощника в Совет Федерации помощник бы ответил на вопросы сенаторов и только после этого должны быть отправлены войска, только после этого, а так они отправлены сразу. Вот, какой, мне непонятно, вот, вот отправили войска, да, а, ну, это самое, а, то есть, какая стратегия отправки войск, они там будут находиться до того момента, как, им возникает вопрос, что? И, в общем, в чем цель операции российских войск в Карабахе? Непонятно, да? И вот как раз бы логика того, что президент может отправить войска лишь только через одобрение Совета Федерации, в этом-то и выгодно, чтобы президент логично, четко ответил бы на эти вопросы сенаторов, но нет, президент сказал, надо, войска ответили, есть, там уже находятся в Карабахе, а Совет Федерации собрался, и что, черепахи, черепахи, блин, собрались и решают отправлять на войска или не отправлять на войска. И, кстати, я напомню, что Совет Федерации не избирал никто, он назначил, а сенаторы назначаются губернаторами, поэтому, с точки зрения представительской власти, а губернатор у нас назначается президентом, ну, там выбираются, да, но де-факто назначаются, так что, с юридически правовой точки зрения возникает очень большой вопрос к Совету Федерации как к представляющему регионы, органу власти. До того момента, как сенаторов не начнут выбирать, хотя бы чисто формально, Совет Федерации, конечно, никакой не орган представительной власти, а лишь правовая крыша для президента. Ну, могли бы хотя бы просто для вида демократии в Совете Федерации кто-либо хотя бы проголосовал бы против, а не так, нет, ее решение единогласное, все за, несмотря на то, что мы, что сенаторы не выслушивали доклад президента России об ситуации в Карабахе, конечно, ведь единомыслие, а другое мнение карается, но все это мы проходили не раз. Клишес отметил, что был сбит российский вертолет, и президент не мог ждать и вел войска, но секундочку, он вел миротворческие войска, он не вел те самые войска, которые должны быть шандарахнуты по тому человеку, или по той площади, где был пуск ракеты в российский вертолет. Где логика? Логика абсолютно отсутствует в Совете Федерации. Так что Клишес, просто объясняя, почему Совет Федерации принял это решение, он даже прокололся и не смог ответить, а зачем туда вообще Путин отправил войска, и конечно же, а зачем вообще этот цирк в Совете Федерации был нужен. И еще один косяк Совета Федерации. В 2015 году, когда российские войска вошли в Сирию, а еще перед этим в 2008 году, когда российские войска вошли в Южную Осетию, то это было сделано тоже без одобрения Совета Федерации. То есть одобряй или не одобряй, Путин все равно ведет войска туда, куда посчитает нужно, и без одобрения Совета Федерации. Ну и зачем тогда нужен весь этот цепь мне непонятно. Почему? А чтобы Кремль ну понятно, почему, чтобы Кремль избежал ответственности, переложил все на парламент и так далее. Этим решением постфактум одобрить решение Путина от отправки войск Совет Федерации распросятся в своей правовой бессмысленности как институт власти. И, кстати, особенно любопытно, как сенаторы оперативно собрались рассматривать вопрос об отправке войск. Они собрались спустя три дня после отправки этих самых войск. Собрались одобрять ли отправку войск или не одобрять. Молодцы! работают оперативно цирк одним словом. Но это я все про процедуры и про то, что за чем должно следить. Но даже если была бы правильная процедура, сначала бы одобрение, а потом отправка войск, спросите себя сами, разве хоть кто-то из сенаторов проголосовал за отправку войск в Курабах? Нет. Ибо альтернативное мнение строго у нас в стране наказывается по 282 статье за экстремизм. Так что это курьез в Совете Федерации со стороны Матвиенко и ее Совета Федерации. Она порвала Конституцию в клочья и плохо исполнила свои полномочия абсолютно задним числом. Так, ну давайте наверное к другой теме перейдем. Слишком много времени на нее потратили. Ну просто реальный цирк. А дальше уже посерьезнее новости и более трагичное. Одним словом с Содом и Гамора в России. Точнее в Санкт-Петербурге ну что раз Содом и Гамора в России то ждет ее метеорит взад или что-то было с этим библейскими городами от украин нацистов. в культурной столице нашей страны творилось полное бескультуре а точнее поназовщина люди в Питере уже не могут терпеть как масочный режим так тем более самоизоляцию берутся за нож и прям режут друг друга в общественном транспорте. то есть происходит то что я говорил много раз а именно гражданская война между ковид диссидентами и остальными то есть масочниками и без масочниками под масочниками понимается не только власть и санитарные органы но и те кого они запугали и кто готов взять в руки ружье и лизать тех людей кто не носит маски в общественном транспорте думая что они провоцируют и распространяют коронавирус в стране но это все общие слова что же конкретно происходило а дело в том что вечером 17 ноября 53-й 53-х летний заместитель директора неважно какого ни из числотехнии в которых с научной точки зрения ничего не делается а лишь имитируется бурная деятельность так вот этот самый зам директора возвращался с корпоратива был бухой в стельку и это к слову о том чем занято в российских НИИ и ехал он в маршрутке на заднем сидении привык отсиживаться за спинами коллег что называется ну в обычной ситуации ехал бы себе и ехал однако изомашенного террора устроения госпожой Поповой задницей всего русского мира и коварным потребно отзором губителем не только россиян и организаций все в маршрутках были в маске кроме этого самового зам директора НИИ из Муренца Оренбургской области по фамилии Андрей Хабурский к нему подошел подошла семейная пара и люди того же к нему подошла семейная пара и люди как он в масках и потребовали на него надеть маску то есть даже не водитель попросил надеть маску а сами пассажиры естественно Хабурский послал их по всей матери опозорив таким образом честь своей семьи и своего НИИ а пассажиров назвал маской петухами разумев таким образом зэковскую муну да такие нынче послала пошли что сразу в морду и обязательно изо рта пассажиры маршрутки естественно не смогли степить хамство и бутловатость Андрея Хабурского один из пассажиров вышел с ним с Андреем из маршрутки на остановку общественного транспорта и забил его насмерть после убийства душугуб питерской маршрутки обратился с призывом к СМИ к общественности вот его цитата он цитата всегда хотел на добро людям отвечать добром но в России это невозможно и поэтому я на зло буду отвечать зло конец цитаты драка и еще началась в самой маршрутке обезумевшие абсолютно бездуховные люди в Питере стали выламывать сидения в маршрутке и вытыкать ножи из ножен и вставлять их друг друга Андрея Хабурского у Андрея Хабурского осталась дочь и жена они должны злиться на наше государство за это все-таки вот такие меры как масочный режим из которого и погиб их отец вводились властями я надолго они наденут пояс шахидов и пойдут взрывать какие-нибудь правительственные здания особенно Роспотребнадзор в частности за такие вот масочные режимы от которых умер их отец и муж другая история приключилась в Питере 19 ноября в транвае номер 25 не знаю как в Питере а у нас в Самаре тоже есть транвайный маршрут номер 25 ходит он от разрушенного завода путинской власти до поляны не сбывшихся надежд так вот в Питере транвай 25 маршрута 17 часов 19 ноября кондуктор Лобанов которому выписывают два ночных дежурства тебе Лобанов из Интерн начал суру с пассажирами из-за того что водитель транвая носил неположенную маску и при соблюдении масляного режима а еще водитель то есть кондуктор транвая остановил транвай до тех пор пока пассажир не надел свою маску но на этом все не ограничилось это всем пришлось не по нраву и люди стали избивать как водителя транвая так и кондуктора кондуктор Лобанов не растерялся взял свое оружие которое у него было и застрелил пассажира после да да так тем самым кондуктор Лобанов начал уже де-факто войну в общественном транспорте между масочниками и без масочниками далее будут абсолютно банальные слова которые говорят в любой похожей ситуации но не было тех людей а особенно в той маршрутке которую что не было тех людей которые бы остановили драпу особенно в той маршрутке и так далее что это общество виновата да общество виновата но их власти запугали этим самым коронавирусом уже нельзя без автомата Калашникова входить в транвай или автобус люди что с вами вы охренели вы офигели вы что начали уничтожать друг друга в Питере а поставить по ножовщинам в маршрутке стрелять в трамваях а вы думаете что из-за того что ты надел маску тебя это избавит от вируса нет 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 наоборот наоборот это лишь провоцирует войну между вами я надеюсь тех людей которые оскорбляют друг друга в общественном транспорте их просто напросто будут уничтожать по другому ну никак но власти как всегда делают свои выводы из данной ситуации и скоро наверное вообще отменят общественный транспорт в городах мотивируя это страшной и опасной бациллой а на самом деле вот оно прогнившее общество вот уже из-за коронавируса люди уже стреляют друг в друга в общественном транспорте и устраивают поножучины и где в культурной столице нашего региона о нашей страны переходим к другой теме Майя Сандру новоиспеченный президент Молдавии выступал за полноценный вывод вот вывод вот российских войск из Приднестровья все российские войска должны быть немедленно слышите немедленно выведены с территории Молдавии или пусть готовятся к последствиям Майю Сандру заявила что мягкий подход в переговорах с Россией по Приднестровской теме ни к чему не привел но мы видим к чему обычно приводят мягкие переговоры с Кремлем как это было например в Украине когда вели переговоры мягкие кому от маленький островок рядом с Крымом Тузлу а в итоге через применение российских войск находившихся в Крыму Украине пришлось отдать весь полуозраст в целиком Россию вместе с Тузлой а вот за Донбасс украинская армия дралась и в итоге Донбасс остался под контролем Киева кроме двух самых крупнейших городов Донбасса Донецка и Луганска так что конечно никаких мягких сепаратных переговоров с Россией нет и быть не может с агрессором чьи войска сейчас топчут территорию Молдовы в Приднестровской ее провинции Майя заявила что готова к диалогу с Приднестровьем с кем руководством об статусе Приднестровья в Молдавской республике но только после вывода всех российских войск а так и мы с вами понимаем что если это будет сделано то Приднестровское руководство долго не усетится на своем посту не потому что понаедут кровавые румыны и будут всех в Приднестровье вырезать а потому что Приднестровское руководство привыкло все решать опираясь на русские штыки ну миротворцев российских в Приднестровье а как они будут принимать и воплощать в жизнь те или иные решения без поддержки силовой Москвы правильно никак поэтому Приднестровское руководство сделает все что от них зависит чтобы никакого вывода российских войск с территории Приднестровья нет и быть не могло устроить какие-нибудь провокации в Молдавии и в остальной части в Гагару и в Грузии например чтобы Россия официально признала Приднестровье как независимым государством ну вариант Южной Осетии Абкази в этих целях и да естественно Приднестровское руководство будет разжигать конфликт с молдавским руководством и устроить провокации а потом вдруг выяснится что молдавские войска напали на российские войска в Приднестровье и появился повод для ответных действий со стороны России Россия ведет уже не врат в горческие войска а настоящие ну в общем все по варианту 2008 года это Майя Сандру надеюсь что предотвратить Майя Сандру рассказала что в Приднестровье оказывается бесплатно слышите регионы России бесплатно поставляется газ у меня возникает вопрос а нахер тогда мы платим баснословные деньги Газпрому как раз за установку трубы в то время как в Приднестровье Россия качает газ бесплатно еще раз Газпром качает газ в Приднестровье со слов Сандру бесплатно в то время как в российских регионах чтобы установить трубу ну подвести трубу к дому стоит это сделать 370 тысяч рублей я узнавал а в это время Газпром бесплатно газ поставляет Приднестровской республике зла не хватает на Газпром Майл Сандру как опытный политик естественно будет давить на Кремль и выбивать преференции для Молдавии ну например бесплатный газ для всей Молдавии в обмен на присутствие российских войск и тут конечно я думаю Кремль пойдет Сандру на любые уступки лишь не было а военных провокаций и б вывода российских войск из Днестра что делает Майл Сандру в эту минуту а она готовится к оказанию психологического воздействия на переговорах с Путиным чтобы оказать на него давление в интересах молдавского народа я думаю что какие бы жесткие заявления не звучали со стороны Сандру в сторону Кремля Пунтлеру было бы приятно встретиться с умной интеллигентной красивой молдаванкой ну встречался же Путин с Тимошенко да помните и тут произошло неожиданно заявление Сандру вызвало возмущение Приднестровского народа но и не из-за того что Сандру хочет вывести российские войска из Приднестровья а в Приднестровье заявили что как так Майл Сандру собирается на переговоры с Путиным выбивать профиленции не только для всей молдаваны но и для а мы в Бандерах не можем месяцами получить российский паспорт и уехать в Россию на заработки в то время как молдаванам это проще сделать ну что ж дорогие дорогие Приднестровцы цена нахождения в узком мире без паспорта вот она без паспорта но зато вы с бесплатным глазом русский мир сделал из города Бандеры столицы Приднестровья город одних дандеровцев ой ну что про картофельную республику сейчас будем говорить да про нее родимую Более десятка протестующих задержали около метро Каменское в Минске Более десятка протестующих задержали около метро Каменское в Минске которые прятались в торговом центре от правоохранителей от правоохранителей а никаких не от правоохранителей забавно что в Минске полиция в торговых центрах задерживает протестующих у нас у нас же в России в торговых центрах полиция хватает нарушителей самоизоляции массового режима то есть бабулек и дедулек и школьников со студентами ну то есть тех кого проще задержать чем каких-то там карманников а в Минске было вот что в воскресенье 22 ноября люди в Минске вновь вновь о ужас для российской власти начали широко митинговать против картофельной тянии Лукашенко сначала протестующие выстрелились в колонны во дворах затем протестным маршем пошли до точки сбора самая большая колонна была выстрелена в микрорайоне Уричья там же и произошли бои с полицией белорусской милиции в этом в этот микрорайон подъехала спецтехника и водометы особенно жестоко силовики задержали людей возле библиотеки давая понятие тем самым если ты такой культурно начитанный человек но думаешь не так как картофельный наш босс планатор Лукашенко то добро пожаловать тебе в автозак причем силовики озверели настолько белорусские что начали задействовать даже что начали задерживать даже солистов эстрады эстрадных групп представляете если бы в СССР милиция бы задержала бы Песняров а вот это происходит сейчас в Минске ну только не Песняров задерживают а другую какую-то там группу ну традиционно и уже дальше рутинно людям отрубили интернет и закрыли станции метро это конечно все будет в России в 2024 году однако в Белоруссии никто принудительно на удаленную работу не переводили никого как в России и не получили так что когда со временем всех переводил на удаленку а потом бы Путин из-за митингов отрубит весь интернет не посыпалось бы все государство ровно потому что сейчас все сидят в интернете потом естественно в 2024 году люди выйдут свергать Путина а это будет неизбежно и Путин естественно им всем отрубит интернет чтобы они не шибко собирались в компании но ведь он отрубит интернет не только протестующим но и всем или замерзнут его и тогда как работать и будет твориться в России полное канале но вернемся в наш код в 2020 значит все улицы Минска перекрыты де факто де юра в Минске введено военное положение в Минск Лукашенко стянул не только ОМОН но и армию протестующие тоже не отстают они возводят баррикады прямо во дворах силовикам был отдан приказ пойти на штурм этих баррикад во дворах домов такого я еще не видел на улицах чтобы возводили баррикады да но чтобы во дворах домов баррикады это надо же было довести свой народ до этого а Александр Григорьевич чтобы превратить баррикады чтобы прорвать баррикады белорусские силовики и использовали светошумовые гранаты и огнестрельное оружие стреляя пока еще резиновыми патронами то есть применяя спецтехнику я так понимаю стреляли резиновыми пулями ну хотя бы не боевыми пока силовикам удалось вышвынуть протестующих из своих же собственных дворов где они жили и оттеснили их до торговых центров ну например до торгового центра ГИПО в Минске где как раз таки протестующие развернули флаги свободы Белоруссии бело красно-белые знамена но их заманили в ловушку и около торгового центра сзади торгового центра ГИПО подъехали армейские даже не ОМОНовские армейские грузовики и отлавливали и отлавливали протестующих вот что было на самом деле это вам не сухие данные ТАСС на полстраницы монитора ну хотя бы в Белоруссии пока не стреляют боевыми и то ладно ладно так что живи Белоруссия ну и тем дальше тем дальше время у нас ограничено естественно мне ход о я уже не уложился но хотя бы в час 15 может быть час 20 уложимся значит шестая тема я назвал следующую новость декабрьский дефолт и хоть возможно это будет не в декабре но ситуация в банковской сфере настораживает в России могут закрыться сразу 35 банков а в 2021 году более половины из них может столкнуться с убытками и это еще пока вторая волна не пришла а как придет там до дефолта в масштабах государства уже недалеко банковская сфера России надеялась на третий квад мол придет пик коронавируса и россияне вновь побегут в банке с кредитами и прочими услугами но не тут то было коронавирус успешно перегруппировался и начал наступать с новой силой на Россию нам же обычным обывателям интересно не столько банков закроется вот тут на РБК написано что 35 банков закроются а а как это будет все происходить как будет происходить крак финансовой системы а вот как а очень просто в третьем квартале а это июль август и сентябрь то есть когда власти отменили жестокие ограничения банки не смогли выйти на свои показатели до коронавирусной эпохи наоборот даже после отмены жесткого карантина банки продолжали свое падение по финансовым показателям у 50% российских банков снизились остатки на вкладах люди на фоне коронакризиса и конечно западных санкций еще и падение рубля до уровня 90 рублей за евро на фоне всего этого конечно россияне потащили в банки сами потащили себя в банки чтобы снимать свои кровно накопленные средства не ложить а снимать больше их не выдавать держать в российских банках также рентабельность российских банков снижается из-за того что падают транзакции в условиях торможения активности клиентов простыми словами банки даже не могут сейчас нормальный процент скрести с переводов денег потому что клиенты их в основном не делают зачем им делать переводы денег когда все границы закрыты амигранты кастальбайтеры с которых и кормились российские госбанки сейчас либо сейчас находятся у себя в аулах где-нибудь в Таджикистане в Узбекистане потому что границы из-за коронавируса закрыты то есть если раньше банки кормились переводами какой-нибудь зарплаты какого-нибудь Узбека или Таджика переводом от Москвы к себе аул то теперь нет нет больше таких переводов но все не так плохо в банковской сфере пока российские банки в плюсе убыток у них составляет 7 миллиардов рублей а прибыль 1 триллион рублей но ситуация довольно сложная и прибыль банки генерируют только из-за того что Центробанк вел послабление банкам как раз до а это самое послабление истекает как раз таки первым январем 2021 года а потом все но здесь есть одно но чтобы Центробанк эти самые послабления вел ну он уже их вел в смысле чтобы этот самый Центробанк вел послабление он держит ставку в условии устойчивого кризиса 4% для россиян то есть Центробанку плевать на уровень оплатежности способности населения Центробанк спасает банки а не финансовое состояние простых россиян для сравнения в кризис 2008 года Центробанк США ФРС держал ставку в 3% когда был ипотечный кризис а у нас когда обычный россиянин сидел на карантине и лишался своих доходов Центробанк не только не снижал ставку он наоборот ее увеличивал да чтобы спасти банки но непростых людей вот вам и набиулина айда наебулина всего русского народа причем аналитики четко указывают что спад произошел не из-за коронавируса который пришел в Россию в феврале а в апреле из-за ведения в России режима самоизоляции хотя никакая она не самоизоляция от слова само а принудительная изоляция потому что ходили менты кругами возле домов и пасли людей которые осмелились выйти погулять и конечно же россиянам было не до кредитов и вообще не до обслуживания в банках поэтому банки просел и банки все российские банки в основном оказались в шаге от дефолта и в этих условиях Кремль по-тихому начал отменять ограничения не потому что вирус куда-то пошел на спад нет сейчас данные по заражению еще выше чем в апреле нет а потому чтобы отсрочить дефолт как в самих банках так и в масштабах государства и стал ослаблять рубль чтобы банки получили валюту но в октябре и это уже не давало эффект в итоге это все привело к тому что россиян начал хранить деньги не в банках а в трех литровых банках и под матрасом а что же набиулина а набиулина как классический русский чиновник заявляет все хорошо все хорошо ребят это вот мне напоминает как в 1979 году советские пропагандисты сняли документальный ну не фильм наверное а сюжет скорее в рамках программы время об работе Чернобыльской атомной электростанции ну когда ее только построили открыли сдали в эксплуатацию мол все надежно специальные органы все контролируют а потом через 10 как бабах вот так же набиулина заявляют спокойно товарищи в банковской сфере все хорошо все хорошо а в 2021 году полный дефон и непонятно что дальше ну и последние новости да не уложились мы формат час 10 а уложились ну почти почти да тут непонятно как время идет ну я рад что уложились хотя бы да ну и вот последняя новость российское программное обеспечение как здесь написано появится а на самом деле его заставят принудительно устанавливать на все гаджеты продаваемые в России с 1 января 2021 года это 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 дело в правительстве впервые наше правительство сделало обязательное то чего в природе не существует российское ПО программное обеспечение далее для краткости я буду называть просто ПО я долго искал в российских поисковиках существует ли вообще в принципе российское ПО так ничего не нашел это вам не поисковик делать да формально они есть но начинаешь в этом разбираться как выясняется все они работают на китайской платформе Lumix а тот что не работает на китайском Lumix уж больно напоминает доодоре Windows либо XP либо 2000 либо профессионал то есть Windows старых времен но с 1 января тем не менее обяжут установить российское ПО на всех гаджетах вместо того чтобы их производить этих самых гаджетах россиян будут заставлять ставить российское ПО да заметьте то есть правительство действует запретительными мерами и причем ладно было бы это самое ПО в наличии так его просто нет от слова вообще постановление просто не будет исполняться а если и будет все это приведет только к пустым полкам в магазинах электроники а как правительство NF например заставит ставить российское ПО на продукцию Apple который в принципе исключает любую установку любых посторонних программ на свое оборудование на свой iOS мне непонятно ну наверное Apple уйдет с российского рынка или что или нет или его будут нелегально продавать или легально но в 3 доллара последний вариант наверное так и будет сначала что надо было сделать сначала конечно научиться производить свои гаджеты свои ятофончики в промышленных масштабах а уж потом действуют запретительными методами но сам из чур истории заключается в том что производители обяжут устанавливать не только российское ПО в гаджеты но еще и кучу приложений браузера омега который невозможно удалить в том числе так вот в том числе и мессенджеры а в России есть только один мессенджер который несобугорный это тот самый телеграм который еще не так давно фейсбук пытался запретить за то что тут провоцируют терроризм а сейчас заставляют устанавливать этот гаджет это приложение в гаджет где логика вы уж там в правительстве разберитесь что провоцируют терроризм а что нет специально делают российские программы чтобы их потом невозможно было удалить из своих гаджетов а вот сейчас ну не сейчас а с 1 ноя 2021 года их обяжут установить принудительными и что получается что память телефона заполнена потому что обязательно еще помимо обязательной установки российского ПО на гаджеты никто не отменял то что программы от производителя непосредственно там смартфона или ноутбука то есть вот если у вас Windows Windows у вас будет еще какой-нибудь Эльбрусом с Эльбрусом заполнена оперативная память ноутбука например потому что так положено по закону но вы не можете будете загружать фотки потому что память ноутбука будет заполнена вот такое вот блядство и ебутство придумало наше правительство такие вот неутечительные итоги недели сначала научить и сделать свое программное обеспечение а у Путина кстати говоря оно стоит вовсе не российское даже не китайское нет у него на рабочем столе стоит Windows XP что навозит на мысли о том что наш президент это резидент Билла Гейтса и его компании Microsoft в России и на этой шокирующей ночи как говорил Джереми Кларксон мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу до встречи пока пока